Сергей Гурьевич, добрый вечер. Скажите, какие последствия для власти имела пенсионная реформа? Вот именно сейчас, когда уже прошло значительное время принятия, закон принят, все основные протесты прошли, мы подходим к моменту вступления в силу закона 1 января, вот сейчас как последствия можно определить? Ну, несправедливость всех вот этих решений, она, конечно, воспринимается обществом как люди разочарованы. И это конвертируется, естественно, в одном случае в политическую апатию, в другом случае в какую-то политическую активность, что мы видели на последних выборах, региональных выборах у наших соседей в Хакасии и так далее. Я думаю, что эти настроения никуда не денутся, они останутся и в 2019 году, потому что ведь не сама реформа вызывает вот это разочарование, а ее несправедливость. То, как принималось решение, какие предлагались, так сказать, другие варианты, потому что, в принципе-то, ну, все страны повышают пенсионный возраст, но происходит там это по-другому. Ну, значит, здесь у нас, когда 300-400 семей владеют, там, им принадлежит практически 75% ВВП страны, ну, все достояние страны, да, ну, можно было бы поделиться. Их доходы за 2017 год выросли на 27%. Реальные доходы населения, значит, упали. Ну, все же понимают, что происходит, в чьих интересах государство принимает эти решения. Именно это вызвало разочарование. Не сам ход даже, ну, а дальше, каким образом это все принималось? То есть, когда заставляли всех подписаться под этим, да, региональное законодательное собрание, ну, вот, Илья участвовал во всем этом действии, да. Но проголосовал против. Но запроголосовали во всех регионах, там были и довольно достойные люди, просто их поставили в такое безвыходное положение, им пришлось играть по этим правилам. То есть, это повязать кровью, так сказать, такая вот наша политика верховная. И мы видим, что общество-то восприняло, а политических операторов нет. То есть, вся так называемая оппозиция, там, коммунистическая партия, которая заявляла, ЛДПР, там, другие парламентские партии. И даже внепарламентские, которые более радикальны, более активны, они не смогли удержать эту тему. То есть, никаких реально организованных акций протеста не было. Ну, профсоюзов у нас нет, никаких других институтов нет. У нас что, была хоть одна забастовка? А можно сказать, что люди разочаровались во власти таким образом? Не только во власти, а они разочаровались во всех игроках политических, в том числе, вот в этих оппозиционных. Ведь на выборах, там, в сентябре, когда голосовали, там, за коммунистов или за ЛДПР, не за них же голосовали, это же очевидно. Просто голосовали, чтобы не голосовать за эту единую Россию, да? Вот, Сергей Горьевич, просто вопрос на уточнение. Вы сказали, что не смогли, в том числе, псевдооппозиционные партии. Вот всё-таки не смогли, не захотели или не разрешили? Я думаю, что все три вот этих причины, то есть не смогли, потому что они импотентные, недееспособные, значит, им не разрешили это точно, потому что всеми этими у нас политическими процессами в оппозиции всё-таки руководят из одного кремлёвского кабинета, мы даже знаем, из какого. Вот тоже для понимания, смотрите, по данным опросов, рейтинг партии «Единая Россия» опустился до самого низкого уровня с 2008 года, на 20%, с 51 в марте до 31, соответственно, в сентябре. Но ведь это возможность в том числе для всех этих псевдооппозиционных партий стать оппозиционной партией, и захватить эту историю, захватить, соответственно, интерес людей и дальше двигаться. Или это не про Россию? Им дали шанс, но подарили просто. Значит, в какой-то степени кто-то этим воспользовался. Ну, если мы возьмём красноярские выборы, например, в городской совет у нас были выборы, как раз после всех вот этих событий в сентябре. Впервые, значит, вот такой результат у КПРФ, при том, что она не вела никакой агитационной кампании, вообще ничего не делала, и, в общем-то, повестку эту слила. И тот результат, то есть лучший за всю историю выборов в городской совет Красноярский, то, что они получили, наша КПРФ, это, конечно, результат предшествующих всех событий, пенсионной реформы и всего прочего. Это то, что им подарила история. Если бы они занимались какой-то, ну, реальной политикой, не бегали, не согласовывали там, они же бегают, все согласовывают, я имею в виду все оппозиционные партии, они все прокремлёвские однозначно. Все оппозиционные. Ну, конечно, все парламентские эти партии, вот, они там всё решают, согласовывают, где-то, да, где-то иногда это выходит из-под контроля. Сергей Григорьевич, после событий в Хакасии, когда там с третьей или четвёртой попытки смогли всё-таки выбрать губернатора, и непонятно теперь, это благо для жителей Хакасии или нет, но, тем не менее, это был их выбор, и он был юридически зафиксирован, и после истории с Приморьем, с теми первыми выборами, многие говорили про новую политическую реальность. Вот мы сейчас подходим к концу 2018 года, 2019 год тоже богат на политические события не в крае, а по стране, в том числе огромное число выборов губернаторов, и многие сейчас говорят, что губернаторы уже от Единой России не пойдут. Как вы видите политическую реальность после пенсионной реформы в 2019 году? Но каждый раз, значит, это уже не первые выборы делают исключение для каких-то губернаторов, исходя от специфики регионов, да, кандидатов в губернаторы, от властей прокремлёвских. Им разрешают идти не от Единой России, а самовыдвиженными. Ну, последнее, то, что у нас было, это Олег Кожемяка, да, в Приморье, ну, там, начиная, я не знаю, с Амянинова в Москве в своё время, ещё на прошлых выборах, когда он шёл самовыдвиженцем, там, против Навального, там, и так далее. Вот это для чего делать? Чтобы вот они дистанцировались, чтобы не были связаны, чтобы эти гири не висели, да. Но таким образом, если делать всё время исключения, то получится, что везде одни исключения, и тогда встаёт вопрос, а зачем вообще тогда эта Единая Россия, да. Значит, это, конечно, никакая не политическая партия, мы все понимаем, значит, очень много там людей, которые находятся в силу обстоятельств, там есть довольно много достойных людей, но просто они вынуждены там находиться, вот, потому что у нас так устроена наша политика в нашей стране. Но её выживание, будущее, так сказать, этой Единой России, при вот таком подходе, что давайте на неё свесим всю ответственность, получилось же так, что с пенсионной реформой, что вот это вся Единая Россия, там, и так далее. А, конечно, власть будет поддерживать эту партию. То, что имеет начало, всегда имеет конец, поэтому когда-то, так сказать, вот эта структура политическая, которая у нас есть, она будет реформирована безусловно. Но пока на ближайшую перспективу, я думаю, что ставка всё-таки будет на эту самую Единую Россию.